Сегодня вебинар про оборудование ITC для работы с протоколом Dante будем рассказывать Алексей Злобин, продакт-менеджер по оборудованию ITC, и Юрий Якушин, предсейл-инженер также по оборудованию ITC, компания Appymatic. Да, собственно, давайте начинать. Алексей, вам слово. Да, спасибо, Юрий. Ну, сегодня мы расскажем о протоколе Dante. Это будет Dante-ведение, обзорная такая часть по протоколу Dante. Мы глубоко погружаться в сам протокол не будем. Посмотрим принципы построения сетей на базе этого протокола. Также рассмотрим, какие можно решения делать на базе оборудования с поддержкой протокола Dante. И непосредственно расскажем о оборудовании ITC с поддержкой протокола Dante. Так, Алексей, сегодня будет именно такая, как вводная. Про технику мы углубляться не будем. В сам протоколе, конечно, расскажем его особенности, преимущества этого протокола. Но в технику, конечно, углубляться не будет. Все-таки тема сегодняшнего вебинара не она. Вот. Также, коллеги, если у вас появятся вопросы, вы можете писать в чате. Мы будем периодически посматривать и по окончанию темы или слайда будем на них отвечать. Так что не стесняйтесь, задавайте. Все, Алексей, даю тебе опять слово. Итак, дантоведение. Переход от прямых соединений к сетевым решениям для подключения профессионального аудиовизуального оборудования сейчас набирает силу. Он начался более двух десятилетий назад. Открывающиеся возможности, в частности, свободное перемещение устройств внутри помещения, привлекают сейчас все больше и больше сторонников данных решений. Несмотря на определенную популярность решений на базе специализированных коммутаторов, наибольшее распространение сейчас все равно получили протоколы передачи аудио по IP, так называемые протоколы аудио over IP. Сейчас таких протоколов используется несколько и сегодня мы конкретно остановимся на протоколе данте. Да, я бы хотел подсказать, что специально Алексей консенсировал внимание, что данный протокол называется аудио over IP. Да, спасибо. Но его нельзя путать с другим, тоже похожим, наверное, протоколом voice over IP, потому что как бы все-таки это два разных протокола. В случае аналоговых систем звуковое оборудование обычно подключается медными кабелями напрямую. Это вот один канал, один кабель. В таком случае кабелей получается достаточное количество, в этих кабелях возникают шумы, кабели очень громоздкие, тяжелые, появляется сложность в обслуживании таких систем, в инсталляции и обслуживании таких систем. И данные системы не очень гибкие. Чтобы переместить аналоговое оборудование из одной комнаты в другую или с места на место, необходимо произвести физическую перекоммутацию кабелей. И, соответственно, нужно точно знать трассировку этих кабелей. Ну, наверное, еще эти кабели специализированные, хорошие, экранированные, наверное, еще и стоят. Да, они дорогие, да. Данная система получается очень дорогая как по стоимости, так и в обслуживании. Соответственно, помимо случаев же, если мы используем протоколы аудио over IP, мы лишаемся этой проблемы. У нас появляются такие преимущества, как возможность маршрутизации аудиосигналов на большие расстояния без ухудшения их качества. И мы можем передавать аудиосигналы по одному витопарному кабелю достаточное количество каналов. Как вы видите вот на данном слайде, слева картинка, когда у нас идет физическое соединение и аналоговая система. И с правой стороны, что мы можем получить, используя протокол аудио over IP, в частности протокол данных. Истоки возникновения протоколов аудио over IP. В 1996 году компания CyrusLogic представила протокол для передачи звука CobraNet. Несмотря на то, что это проприетарная платная технология, CobraNet долгое время был достаточно популярен как в мире, так и в России. Какие были характеристики этого протокола? Это работа на скоростях 100 мегабит в секунду, сетевые задержки составляли 1,33 и 5,33 миллисекунды. И на одном сетевом интерфейсе могло работать 64 канала. Протокол Dante был создан в 2006 году компанией AudiNate. И на момент выхода данный протокол имел уже очень большие преимущества перед другими протоколами, в том числе как CobraNet и EtherSound. Он сразу предоставлял работу на скоростях гигабит, на гигабитных скоростях. У него были сетевые задержки около 1 миллисекунды. И на одном сетевом интерфейсе могло работать до 512 двунаправленных каналов, то есть в сумме почти 1024 канала. И сегодня можно однозначно сказать, что протокол CobraNet ушел с рынка, потому что протокол Dante активно захватывает рынок. Немного о самой компании AudiNate. Штаб-квартира компании находится в Сиднее, в Австралии. Она основана специалистами по локальным вычислительным сетям. И протокол Dante разработан как стопроцентное совместимое решение для всех производителей. То есть получается, что если можно купить решение, которое будет состоять из микрофона от одного производителя, контроллера от другого, имея в виду звуковой процессор, колонка от третьего, имея все логотипы Dante, они полностью совместимы и работают друг с другом. Протокол Dante или само название Dante, аббревиатура, переводится как Digital Audio Network Through Ethernet, то есть передача цифрового аудио через Ethernet. Dante – это технология, включающая аппаратные и программные решения, которые передают цифровое аудио между устройствами с прецизионной точностью по времени с помощью стандартных IP-сетей. Почему здесь акцентировано очень внимание на прецизионную точность по времени? Потому что передача и воспроизведение аудио очень критично по времени и должна быть очень точная и высокая синхронизация. Как это обеспечивается? В устройствах, между устройствами Dante выбирается одно устройство, у которого самая наилучшая синхронизация, и все остальные устройства синхронизируются с ним. В случае, если это устройство каким-то причинам выходит из строя, другое устройство также автоматически выбирается и назначается новым мастером, и все устройства опять синхронизируются с ним. И так, можно сказать, до бесконечности. В случае какого-то форс-мажора, если вдруг все устройства отключаются, то отключается вся сеть, чтобы слушатель не услышал каких-то там помех и плохого звука. Что представляют Dante и какие преимущества у протокола Dante? Мы можем назвать все устройства понятными нам именами, то есть выбрать любые названия. Прецизионная точность по времени, про это мы только что рассказали. Автоматическое обнаружение устройств. Передача аудиоданных без сжатия. Потому что сам производитель, разработчик описывает Dante как многоканальную цифровую сетевую технологию передачи несжатого звука практически с нулевой задержкой. Маршрутизация в сети Dante происходит очень просто, фактически по одному клику мыши. Соответственно, очень маленькая задержка передачи сигнала, отсутствие джиттера, дрожание фазы, автоматическое восстановление после плавного или внезапного отключения питания. Можно оборудование резервировать как программно, так и аппаратно. И протокол гарантирует взаимосовместимость устройств от различных производителей. Если мы будем сравнивать протоколы, которые предшествовали протоколу Dante, это EtherSound или CobraNet, то на данном слайде мы как раз и видим преимущество, что главное преимущество – это большое количество каналов, которые мы можем передать по протоколу Dante. с минимальной задержкой, протокол совместим с технологией аудио-видео-бриджинг АВБ полностью. И, соответственно, требования к сети у протоколов предшествующих необходимо было иметь частную приватную сеть, а протокол Dante работает по сетям общего пользования. Ну и сейчас протокол Dante фактически стал де-факто протоколом номер один в сфере сетевого, цифрового аудио. Применяется во всех сферах, используется в торговых центрах, аппаратных телевизионных, на концертных площадках, на студиях записи, на мобильных аппаратных комплексах телевизионных, на стадионах во время проведения спортивных мероприятий. И завоевывает также небольшие конференц-залы и переговорные комнаты. Технологии Dante. Что в рамках технологии Dante и протокола Dante представляют нам производители? Это аппаратная часть, это модули и чипы для интеграции в оборудование других производителей. То есть другие производители могут приобрести у Dante, у Audinate модули и чипы, интегрировать их в свои устройства. Да, то есть фактически в каждой железке с логотипом Dante и с интерфейсом специальным Dante фактически имеет модуль внутри своей железки, который занимается обработкой вот этого аудиосигнала. И, соответственно, благодаря нему как раз-таки эта вся система и работает. Управляется сеть Dante с помощью, может управляться с помощью двух программ. Это бесплатное приложение Dante Controller, которое можно абсолютно бесплатно скачать на сайте Audinate. И более такое серьезное, уже платное предложение Dante Domain Manager. Также из программных продуктов представлен Dante Virtual Soundcard. Она позволяет производить и записывать 64 аудиоканала, используя любое ПО для работы со звуком. Ну и фактически вот Virtual Soundcard и Dante VIA – это программы, которые ты можешь установить на свой компьютерный персональный. И тоже работать в сети Dante. Ну а вот, соответственно, программа Dante VIA – это такой дополнительный программный пакет для Mac и PC, который позволяет подключить любое аудиоустройство к сети и любое приложение к аудио-сети Dante. Вот здесь представлен интерфейс Dante Controller. Интерфейс, он достаточно понятный и интуитивный. По горизонтальной оси у нас расположены приемники, по вертикальной оси у нас расположены передатчики. Соответственно, в перекрестии мы ставим плюсики или минусы, чтобы произвести коммутацию. То есть соединить передатчик с приемником, передатчик звука с приемником звука. Да, то есть это фактически вся настройка, если, как здесь показано на картинке, у нас есть два микрофона и один всего спикер. И мы при помощи перекрестии соединяем передатчики с приемником. Если мы видим зеленые галочки, значит мы совершили настройку правильно. Вот. Собственно, вся настройка, программа на английском языке, русского языка, насколько мне известно, нету. Вот. Ну, все достаточно просто и действительно интуитивно понятно. Соответственно, более серьезной программой является Dante Domain Manager. Это уже полноценное решение для управления комплексными системами на основе Dante. Domain Manager, насколько я помню, используется, когда у нас требуется защищенное. Да. Основным отличием Dante Domain Manager от бесплатной программы Dante Controller является защищенное зашифрованное администрирование и конфигурацию устройств. Это, так сказать, основное отличие. И данная программа имеет мощные инструменты администрирования, различные уровни доступа пользователей и поддержку Active Directory и LDAP, информативный журнал учета и функций поиска, логи о работе системы, настраиваемая информационная панель, интуитивно понятная, с виджетами, удаленный мониторинг и поддержкой SNMP, автоматическое обнаружение, поддерживает обнаружение устройств, настраиваемая синхронизация, простое обновление, резервные копии восстановления, поддержка виртуальных серверов, то есть может работать на виртуальных машинах в дата-центрах, поддерживается функция резервного сервера, ну и, соответственно, интуитивное понятное управление доменами. Да, я вот хотел бы еще сказать, что мы это не акцентировали в предыдущих слайдах моменты, но на примере на Dante Controller вы один раз настроили вот эту перекрессию, галочку поставили в нужном месте, и можете закрыть программу, то есть работа этой программы в iLine не требуется, то есть устройства все запоминают настройки и продолжают работать даже с выключенным компьютером, если вы даже перезагрузите устройство по питанию, то она все равно продолжит работу с предыдущими настройками, которые в нем были на момент выключения. Ну и, соответственно, программное обеспечение Dante Domain Manager доступно в трех версиях, это Silver, Gold и Platinum, отличается количеством поддержки доменов и поддержкой устройств в каждом из доменов. Он применяется в случае больших и крупных проектов, когда нужно разделить несколько сетей, например, есть два здания, и эти два здания должны управляться из единого, так сказать, центра, и эти два здания должны быть разделены. Соответственно, одно здание – это один домен, другое здание – это второе домен. В каждом домене работают свои устройства. Или, например, несколько переговорных комнат, чтобы каждая переговорная работала независимо друг от друга, тоже как вариант. На сегодняшний день Dante – это более 400 производителей, которые интегрируют в свои устройства чипы и платы Dante. Это более уже двух с половиной тысяч продуктов, то есть устройств. И более одного миллиона всего проданных устройств с поддержкой протокола Dante. Те бренды, которые поддерживают протокол Dante, их можно посмотреть на сайте компании Audinate, и в том числе там и присутствует бренд ITC, дистрибьютором которого мы являемся. Давайте поговорим немножко о принципах построения. На самом деле принцип построения несложный. Как говорили ранее, технологии Dante используют протокол UDP-IP, то есть обычная локальная сеть, Ethernet, используют стандартные кабели Ethernet-овские, обычные распиновки. Поэтому проблем с использованием кабелей не возникает. То есть как вообще тут происходит весь процесс? Аудиосигнал преобразуется в сетевой сигнал как раз-таки на модуле в виде такой платы, которую мы ранее показывали. И дальше передается в сеть. Так как используется небольшое количество кабелей, вместо целого пучка кабелей у нас всего один, EJ45, и они также зачастую еще и экранированные, то есть защищены от помех. И из-за того, что аудиосигнал передается в виде пакета, высокая защита от потерянных сигналов, присутствует технология восстановления аудио. Поэтому по одному кабелю, кабель может быть на дистанции до 100 метров, ну, сколько позволяет технология POE, потому что, например, те же самые микрофоны и спикеры зачастую с интерфейсом Dante питаются именно по POE. Вот. То есть оборудование само по сети находит друг друга. Главное сделать только настройку в Dante Controller. Все устройства должны находиться в одной локальной сети. Это обязательное требование. Если будут находиться в разных сетях, то устройства друг друга не увидят. Это относится также и к компьютеру, на котором запускается приложение Dante Controller. Чтобы найти другие устройства, ему нужно находиться в той же локальной сети, что и сами девайсы. Ну, я вот хотел, Юрий, добавить. Вот здесь на слайде представлена схема с одним коммутатором. Так вот в сети Dante может быть более одного коммутатора. Их может быть любое количество. Вот. И производитель гарантирует вот эту минимальную задержку, одну миллисекунду в сети с десятью коммутаторами, и расстояние между которыми и между устройствами не превышает стамид. Да, действительно-то это может быть. Но надо иметь в виду, что если мы будем использовать большое количество коммутаторов, то у нас все равно будет задержка так или иначе увеличиваться, потому что коммутаторы забирают на себе все-таки часть времени на обработку и на отправку того или иного пакета. Поэтому, думаю, больше вести реально, наверное, вряд ли. Да. Это большие сети. Тем более мы же еще ограничены с самой локальной сети. У нас в локальной сети ограниченное количество IP-адресов, на которых живет. Поэтому ты не сможешь бесконечно большое количество устройств подключить. Как и говорили ранее, подключение действительно элементарное. Берем устройства, колонки. Есть, кстати, колонки небольшой мощности, которые питаются по поре. Не нужно им ни активное питание, не нужно к ним 220 вольт подключать. Подключаем все эти устройства в коммутатор и дальше уже с компьютера их ими настраиваем. Коммутатор можно использовать самый простой, желательно неуправляемый. Мы можем показать, вот здесь у нас такие коммутаторы в АйТек. Мы вот собирались такую сеть на базе вот такого коммутатора. Да, они бывают там четырехпортовые и тоже, по-моему, 24 портовые. Нет, они больше даже. 48 портовые. 48, да. По поводу кабелей используются, как я говорил, стандартные Ethernet кабели, стандартные компьютерные распиновки. Есть единственное пожелание, что нужно использовать качественные, хорошие кабели, которые сэкранированные. Желательно медные. Желательно медные. Ну, то есть не хуже категории 5Е, лучше, конечно, шестой. Опять же, длина не должна превышать 100 метров, либо нужно будет ставить дополнительные повторители в виде ПУЕ-инжекторов, либо какие-то другие устройства, которые позволят передать сигнал питания по ПУЕ. Да, повторители. По одному кабелю у нас передается большое количество каналов. То есть можно, например, теоретически предположить такую схему, что у нас будет два коммутатора стоять на дистанции, условно, 90 метров. И чтобы их объединить, эти два коммутатора, нам понадобится всего один Ethernet кабель. Не нужно тянуть там большую обучу. Да. Работает ли интерфейс Dante по Wi-Fi? На самом деле Dante не работает по сети Wi-Fi, то есть он работает только по проводным сетям. Если Ethernet не очень удобно, если, тем более, дистанция большая, требуется больше 100 метров, то тогда лучше использовать, например, оптику. По оптике интерфейс Dante тоже работает. То есть для объединения тех же самых коммутаторов краски, может быть, даже лучшим будет выходом использовать оптические порты. Тем более они уж точно защищены от помех различных. Коммутаторы. Немножко возвращаемся. Напоминаем, что у нас, у IP-матики, тоже есть свои коммутаторы, как раз-таки неуправляемые, гигабитные, которые рекомендованы для работы с интерфейсом Dante. Они у нас есть от 5 портов до 48, поэтому мы вам можем полностью полноценные решения вместе. Не только периферийные устройства, именно сами микрофоны, динамики, аудиопроцессоры, но также и сеть образующие устройства мы вам можем предложить. Выбор, какой использовать коммутатор, управляемый или неуправляемый, рекомендуется все-таки использовать неуправляемый коммутатор, чтобы не внести какие-то настройки на управляемый коммутатор. Потому что если сделать неправильные настройки на управляемом коммутаторе, можно вообще порушить всю систему, и система работать не будет. Система замечательно работает на неуправляемых коммутаторах с поя. При передаче аудиотрафика используются стандартные механизмы приоритизации, присваивается аудиоданным средний приоритет, а передаче синхросигналов присваивается высокий приоритет. Да, то есть управляемый коммутатор, они необходимы, если, например, вы не будете строить изолированную сеть, ну, как изолированную, просто, наверное, все-таки желательно сделать изолированную сеть, потому что, как говорилось ранее, аудиосигнал передается не шифрованно, а не сжатый, поэтому даже один поток аудио будет занимать мегабиты. Поэтому лучше, конечно, все-таки изолировать от сети рабочей. Если все-таки нельзя изолировать, то тогда, конечно, можно использовать управляемый коммутатор, чтобы выставить приоритизацию этого трафика. Вам не нужен управляемый коммутатор, если требуется небольшое количество, во-первых, устройств, для небольших переговорных, если где-то порядка 10 устройств, то управляемый коммутатор вам не потребуется. Также не рекомендованы в использовании так называемые экологические коммутаторы. То есть экологические – это те, которые имеют функцию сбережения электроэнергии. Энергетической эффективности. Да, да, да. То есть когда коммутаторы такие не задействованы на полную мощность, они занижают питание на порту. А для устройств с интерфейсом Dante это как бы плохо. Они рассчитаны всегда работать на максимальную полосу пропускания, с максимальным питанием. Поэтому если у вас есть такие коммутаторы, вы планируете использовать для Dante, тогда отключайте функцию энергосбережения, чтобы не было проблем. И, собственно, вот перед вами картинка с полноценным, скажем так, сетевым решением с использованием на базе интерфейса Dante. А именно, у нас есть компьютер, внизу он показан на картинке для управления всеми системами, всеми устройствами, которые подключены. Есть микрофоны, которые будут стоять у каждого человека. Либо, например, это может быть какие-нибудь потолочные микрофоны, либо всенаправленные. Ну, да, всенаправленные, скажем так. Может быть, устройство преобразователи, так называемые вводы-выводы звука, когда на лицевой стороне у него, например, аналоговый 6.3 разъем, а на выходе у него Ethernet для работы с Dante. Существуют микшеры, которые тоже работают с интерфейсом Dante. И, например, из аналоговых сигналов точно так же можно и в Dante, то есть с большим количеством интерфейсов, работать. Есть матричные процессоры с DSP, есть колонки, есть усилители пассивные, которые также работают с Dante, а уже питают аналоговые колонки. То есть устройств, огромное количество, которые работают по Dante, и все они для своей работы просто подключаются в, опять же, в одну единую сеть, в один ПОЕ-коммутатор. Ну и что нам предоставляет протокол Dante? Мы на базе данного протокола можем создать интеллектуальный мультимедийный конференц-зал. Сейчас с быстрым развитием современных электронных технологий, широкого применения сетевых технологий, люди немножко избалованные, всем хочется качественного звука, расширенных возможностей системы, более простого управления данной системой. Но такие системы до сих пор требуют наличия человеческого опыта и знаний. Например, вот есть задача сделать небольшой конференц-зал. Что нам нужно? Нам нужна передача звука по IP. Данное решение должно легко расширяться, легко инсталлироваться и управляться, легко обслуживаться, и должна быть предусмотрена интеграция с пожарной сигнализацией. Соответственно, вот на данном слайде представлено такое решение. У нас здесь все оборудование Dante, за исключением трех микрофонов аналоговых, которые с помощью специального Dante-интерфейса преобразуются в Dante. Данное решение легко расширяется, легко взаимодействует с другими устройствами и компонентами системы. Между устройствами происходит передача по протоколу Dante без помех и задержек. Данная система легко управляется с помощью смартфона, iPad или ПК или с сенсорной панели. И предусмотрена интеграция с пожарной сигнализацией. То есть все условия выполнены. По поводу расширяемости. Если мы говорим именно про Dante микрофоны, если у нас увеличилось количество сотрудников, которые должны находиться и иметь возможность выступить на собрании. Просто покупаем Dante микрофон, подключаем его в свободный Ethernet разъем на коммутаторе, делаем, ставим галочку в Dante контроллере и собственно все, на этом вся настройка и... Добавление устройства, да, добавление устройства и расширение заканчивается. Пожарная сигнализация у нас на аудиопроцессоре сделана. Кстати, тут на схеме вы можете заметить, что подписанные специальным цветом выделены линии, которые либо обычные аналоговые аудиокабели, либо сетевые кабели используются. Ну, RG-45 именно. Про само оборудование, про сами девайсы мы поговорим чуть позднее, которые у нас есть, даже их покажем. Вживую, да. Вживую. Также на базе устройств, поддерживающих Dante, мы можем сделать большой мультифункциональный зал. Опять же, какие задачи ставятся? Должна быть удаленная и без потерь передачи звука со сцены в аппаратную, так как аппаратная обычно находится там сзади посадочных мест. Еще бы я тут сказал, наверное, еще с минимальной задержкой. Да, с минимальной задержкой. Нужна нам простая установка эксплуатации данного решения, простое управление. В случае проведения серьезных мероприятий нам обязательно нужно резервирование и также рекомендуется интеграция с пожарной сигнализацией. На данном слайде представлено решение. У нас происходит резервирование не всех компонентов, а только на базе главных процессоров. У нас процессор резервируется по Dante. Точно так же наше решение может быть легко расширено. С добавлением устройств в любую часть данной схемы мы можем добавить как микрофоны, добавить акустику в случае, если ее не хватает в мощности. Соответственно, данные устройства все поддерживают протокол Dante. У нас удаленный, без потери идет передача звука со сцены в аппаратную, откуда происходит управление. Управление может происходить с персонального компьютера или с любого другого устройства мобильного. Может быть управление с сенсорной панелью одним касанием. На сенсорной панели могут быть запрограммированы сценарии различные. И здесь предусмотрена также интеграция с пожарной сигнализацией. По схемам мы еще, насколько я помню, вернемся. У нас еще будут схемы дальше, какие сценарии возможны с использованием оборудования. Сейчас мы переходим непосредственно к тем девайсам, к тем устройствам, которые мы вам можем предложить от компании ITC. Во-первых, есть цифровые матричные процессоры. Это устройства, которые имеют Dante интерфейс, а также имеют набор аналоговых входов и выходов. Они бывают разные, слева направо они изменяются по своим, скажем так, входным интерфейсам как раз таки. И по скольким каналам они могут передавать. Ну, начнем с самого маленького. У нас есть такой процессор, называется TSP8844D. TSP8844D. Такая небольшая коробочка, которая работает по POE. В принципе, также она работает еще и от сети 220 вольт, через преобразователь. У нее есть аналоговые как входы, так и выходы. Имеет экранчик, может настраиваться дополнительно. Она используется, она обычно для того, чтобы звук, например, с Dante микрофонов вывести на аналоговые колонки. У себя мы эту схему проверяли. Надеюсь, вам видно. Давайте еще поближе. Такая вот небольшая коробочка. Размером примерно, наверное, с ATS-S20, если кто-то держал ее в руках. С обратной стороны используются, как, по-моему, называются такие контакты. Евроразъемы. Евроразъемы. Насколько я помню, в комплекте идут специальные адаптеры. Зажимы. Зажимы специальные для аналоговых кабин. Да, да. Собственно, вот. На лицевой панели у нее есть индикаторы, когда задействуется тот или иной разъем, на лицевой панели включаются индикаторы. И есть стоечного исполнения, уже более большие коммутаторы с большим количеством входных и выходных аналоговых интерфейсов. Также с возможностью управления. Это уже коммутаторы 88D, 8816D. Они представлены у вас на картинках. Насколько я знаю, уже эти устройства есть у нас на сайте. Вместе с ценами розничными вы можете посмотреть. Мы будем говорить про основные моменты, отличающие. Также есть еще цифровые матричные аудиопроцессоры. 880D, 1212D, 1616D. Они отличаются, как видно справа, по количеству входных и выходных интерфейсов. Они могут настраиваться и управляться при помощи мобильных устройств, либо персональных компьютеров. У них есть USB интерфейс для обновления. Также есть, насколько я понимаю, у них есть веб-энтерфейс для управления также и с микшером. То есть можно еще управлять самим голосом, который передается. Копирование, резервирование. Резервирование нет. Вот, вижу, есть вопрос. Матрич от Владимира Микрюкова. Матричный аудиопроцессор имеет на борту як, ну то есть шумоподавление. Имеют, да? Да, имеют. Причем я так понимаю, что и не только матричные, но и микрофоны зачастую имеют самого шумоподавления. Ну вот в микрофонах Dante, по-моему, еда, есть такая функция. Вот, ну в аудиопроцессорах есть. Точно есть, абсолютно точно. Dante Server. Это, скажем так, матричный аккумулятор, самый большой и мощный, который есть у ITC. В линейке. В линейке ITC. Он имеет 64 входа, 64 выхода. Перед вами внизу как раз и есть интерфейс самого Dante Server. То есть во всех цифровых аудиопроцессорах, которые были на предыдущем слайде, то есть Dante Server, так называемый, он уже установлен в нем. Как раз и вы через него и управляете работой системы. Он тоже достаточно интуитивно понятный. И также там вот в перекрестиях между входами и выходами ставятся там квадратики или плюсики. И, соответственно, на каждом входе еще предусмотрены различные дополнительные функции, такие как эквалайзеры, можно устанавливать задержку, графическое выравнивание, можно устанавливать делитель частоты, ну и, соответственно, другие различные функции, которые применяются в аудио. Да, вот нас тут поправляют. Алексей Чичков написал, что AEC – это эхоподавление, а не шумо. Да, действительно, я оговорился, это эхоподавление, да, шумоподавление – это… Нет, это… Ну, да, в общем, благодарим. Зато у нас видно сразу, что слушают и проверяют. Спасибо за внимание. Так, есть панелька такая 8805N для управления, ну, работой, я понимаю, что она устанавливается… Включается как раз к процессору. К процессору и позволяет управлять, регулировать громкость канала, управление именно работой, то есть вот эту тоже матрицу, чтобы как раз-таки выставить, куда, как подавать звук. До 16 каналами мы можем управлять с такой панельки, соответственно, управлять звуком, регулировкой громкости. Можно устанавливать и программировать до 8 сценариев работы. Предусмотрена посылка команд управления через порт RS-232 без установки какого-то специального программного обеспечения. Также можно через нее воспроизводить какую-то фоновую музыку. Да, есть такая возможность. Другие данные устройства, которые еще есть, непосредственно сам микрофон. У линейки ATC всего один микрофон. Вот он выглядит вот так, он направленный, поставляется вместе с ветрозащитой. Ножка регулируется только в одном положении. Есть кнопка mute, то есть включить микрофон. Здесь, Юрий, не в одном положении, а есть только один сегмент сгибаемый. Да, один сгибаемый сегмент, и он недостаточно длинный, у него длина около 35 сантиметров. Да, ну вот здесь как раз и видно. Микрофон хорошо захватывает голос, чисто. Также есть у нас колонка всего одна. Можешь его показать? Мощность у него 20 ватт, такого вот она вида, не очень большого, тяжелая, увесистая, с одним всего интерфейсом PoE, ну то есть RG45, ничего другого, сзади панели нету. Это встроенный усилитель, ну да, встроенный усилитель, то есть она неактивная. При тестировании я вот столкнулся с тем, что не все коммутаторы могут выдать на порт 20 ватт. Но есть у него поддержка защиты от перегрузок потоку и температуре, то есть как в такой стандартной активной акустической системе. Питается по PoE, да. И есть у нас еще такая панель 8802, то есть она монтируется в стол, в стену. Здесь на картинке не видно, но на обратной стороне у него разъем RG45 для интеграции с PoE. То есть на лицевой стороне у него входные и выходные интерфейсы аналоговые, XLR, A6.3. Также она подает это питание на эти разъемы. Кантомные питания. Да. Есть у нас усилитель один, то есть у него есть разъем, усилитель называется 4500DT, четырехканальный усилитель. У него разъем RG45 с Dante, по которому он принимает аудиосигнал. И затем его выводит на... Преобразует в аналог. Преобразует в аналог в пассивной колонке. Усилитель четырехканальный. У него есть настройка входной чувствительности, встроенный 32-битный процессор DSP, система управления с четырехдюймовым сенсорным экраном, то есть управляется с экраном. Каждый выходной канал имеет восемь параметров параметрического выравнивания, электронный кроссовер, задержка, ограничитель, усиление полярности. Поддержка подключения к компьютеру через интерфейс USB RS-485. Как во всех усилителях класса D, у него есть защита от перенапряжения, защита от перегрева, от перегрузки по току, постоянного тока, контроль температуры предусмотрен. И, соответственно, поддержка протокола данта для передачи аудио, четыре канала передачи, четыре канала приема. Владимир Микрюков спрашивает, не совсем понятно про мощность коммутатора. У колонки усилитель на борту есть и все фильтры тоже. Усилитель в колонках встроенный, получает он питание от поя. От поя, да, и мощность у него 20 Вт на нагрузку 8 Ом или 80 Вт? На 3-4 Ома. Вот. Колонка настраивается через программу. Веб-антрафейс у нее нету, она работает, настраивается через программу, там тоже можно настроить параметры выходного сигнала. Также здесь у нас нету, но у нас есть цифровой контроллер. Покажи его, пожалуйста. Может быть, некоторые из вас знают, у нас есть цифровые контроллеры для аналоговых аудиосистем. Такой вот стоечного исполнения, двухъюнитовый коммутатор, цифровой контроллер. У него как раз-таки есть данный интерфейс, благодаря которому можно к нему подключить к цифровому контроллеру обычные цифровые микрофоны. Вся логика работы микрофонов будет заключаться в цифровом контроллере, а уже суммированный аудиосигнал, который мы получили с этих микрофонов, мы уже будем отправлять в интерфейс Dante на какие-нибудь там устройства вывода звука. Ну вот, коллеги, я, извините, Юрий поправлю. Вот на этой картинке у нас показан контроллер конференц-системы аналоговый. Он очень похож, это одна линейка. Это контроллер TSV-100, здесь показан просто TSV-W100, а вот то, что Юрий показывал, вот сейчас, в чем отличаются эти две картинки? Тут идет как раз-таки задействован 8844D, который из Dante в аналог переобразует, и благодаря этому мы подключаем обычные аудио, цифровые системы. То вот как раз-таки то устройство, которое мы вам показывали, позволяет обойтись без преобразователя. Да, исчез вот этот квадратик, да, преобразователь 8844D. И мы напрямую в коммутатор подключаем W100MD, к нему подключены там свои микрофонные системы, там делегаты, председатели, там функции резервирования голосования и тому подобное. Полноценная конференц-система. Да, полноценная конференц-система. И мы с выхода данного контроллера можем забирать звук как аналоговый, так и цифровой с интерфейса Dante. Да, и то есть вообще система может быть смикширована, потому что в одной системе у нас могут быть как Dante микрофоны, так и, например, и микрофоны, как у нас здесь показаны картинки, либо аналоговые, либо цифровые. Помимо звука Dante идет в направлении видео. И уже на выставке Integration System Europe компания Audinate показывала решение по передаче еще и видео по интерфейсу Dante. У нас подобных не камер у компании ITC, насколько я знаю, нету. Да, и устройство отображения, к сожалению. Да, и еще устройство отображения. Но компания идет в этом направлении, так что в скором времени по данным-то еще и видео тоже будет передаваться. Ну и я тут узнавал, непосредственно еще компания Audinate не представила на рынок, только анонсировала данные устройства, они планируются к выходу только в третьем-четвертом квартале для передачи видео по протоколу данных. Спасибо вам за внимание. Если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. Пишите их в комментарии. Мы ждем их. Да, ждем ваши вопросы. Вижу вопрос от Алексея. Интеграция конференц-системы ITC с протоколом Dante и VKS E-Link. Такое возможно. У нас есть контроллер, который мы вам показывали, W100MD. Он может быть интегрирован с VKS E-Link. Но хочу отметить, что у компании E-Link нет терминала с интерфейсом Dante, который бы поддерживали работу. В этом году они точно не появятся. Насколько мне известно, не запланированы. То есть только через звуковой контроллер W100MD вы как-то сможете Dante связать с терминалом E-Link. Андрей задает вопрос. Кажется, не было ответа про эхоподавление. В устройствах реализуется эта функция? Эхоподавление используется в звуковых процессорах, либо матричный процессор, вообще по-другому называется. Просто когда мы рассказывали, мы оговорились и сказали, что про шумоподавление. Дмитрий Горяков спрашивает. Для работы систем на Dante требуется выделенный сегмент сети, отдельный коммутатор. Или устройство можно включать в существующую локальную вычислительную сеть организации. Можно работать и на существующую, но надо, скажем, желательно сделать отдельный сегмент, потому что, во-первых, это все работает по сетям мультикаст, и, соответственно, идет достаточно большие потоки по локальной сети, особенно если у вас больше устройств, то есть на один поток там идут мегабиты. Поэтому рекомендуется, чтобы не загружать лишний раз локальную сеть, все-таки сделать ее изолированной. Если небольшое количество устройств, то можно сделать и в обычной локальной сети. Но нужно понимать еще раз, что устройства Dante все должны находиться в одной локальной сети, в одной подсети, условно, можно так еще сказать. В том числе компьютер, с которого будет производиться настройка и коммутация этих устройств, тоже должен будет находиться в одной локальной сети с этими устройствами. В одной подсети. Ну и, соответственно, коммутаторы желательно использовать, ну, не обязательно, а обязательно использовать гигабитные, с гигабитными портами, а также без энергосберегающего режима. Виталий спрашивается, в каких целях предполагается передавать видео по Dante для удобства муштизации внутри сети и между источниками системы отображения? Ну, мне кажется, что да. То есть, например, это можно использовать в каких-то... Например, когда вам требуется одновременно выводить одну картинку на несколько устройств отображения, чтобы они при этом еще как бы с минимальной задержкой, то есть максимально одинаковые. От источника до устройств отображения. Например, кафе, когда в кафе много телевизоров, и там какая-нибудь приятная музыка, либо какой-то концерт показывается. То есть в этих целях. Например, если вы думаете про видеоконференции, то скорее нет. Видеоконференции, наверное, здесь не подойдут никак. Потому что устройства выработают как раз-таки наоборот в различных сетях. То есть, скорее всего, да. Ну и подождем, что расскажет нам сама компания AudioNate, как они позиционируют это решение. Андрей спрашивает. Вы сказали, что не все коммутаторы ПОИ поддерживают АЦП мощности. А какие требования к портам? Самые большие требования – это если вы подключаете спикеры. Вот я поделился своим личным опытом. У меня был коммутатор, который максимум поддерживает 60 ватт всего у его общей мощности. И когда я подключал эту колонку, она у меня при включении сразу же выключалась. Как только я сменил ПОИ коммутатор, у меня… На более мощный. Да, на более мощный. То вся система у меня заработала сразу. Ну, то есть колонка включается и работает. Поэтому важно просто понимать, выбирать такой коммутатор, смотреть дата-шиты и описание устройств, сколько они потребляют, сколько потребляет микрофон. Ну, микрофон не должен много потреблять, потому что размер его капсюля не очень большой, там питания не очень много. Ну, как все микрофоны поддерживают фантомное питание, которое 48 вольт? Ну, это ПОИ, здесь все передает 48 вольт. А именно по мощности ваттах там уже надо смотреть дата-шиты. А самая большая нагрузка, конечно, она будет именно на спикеры, потому что там надо включить усилитель, который будет уже заставлять работать сам динамик. Ну, коллеги, я еще хотел добавить. Если вы хотите попробовать и посмотреть данное оборудование в работе, у нас есть демо-рум. И сейчас вот в связи со частичным снятием карантинных мер мы можем вас пригласить. Вы нас заранее предупредите, запишитесь. У нас на сайте начнет работать система бронирования этой демо-комнаты. Вы записывайтесь, мы готовим оборудование для демонстрации. В назначенный день и час вы приезжаете, и мы вам показываем это оборудование в работе. Причем это касается не только оборудования Dante, но если вы знаете весь ассортимент, который представляет компания Pimatico, у нас в нашей демо-рум представлены и телефоны, и решения ВКС, и решения для аудио-конференц-связи компании ITC и Ялинк. Мы можем вам даже показать интеграцию этих решений. Вот был вопрос как раз про интеграцию контроллера с системой ВКС Ялинка. Она возможна с точки зрения наведения, автонаведения камеры на говорящего. Вот здесь мы можем показать вам такую интеграцию, когда ВКС-камера Ялинк наводится на включенный микрофон аудио-конференц-системы ITC. Такая интеграция возможна. Вижу, есть еще вопрос от Алексея. ITC планирует расширение линейки, устроит Dante микрофоны, акустические системы. Одного микрофонного пульта в линейке мало. Брезной пульт планируется? Алексей, можешь как-то прокомментировать? Вот именно врезные пульты Dante, к сожалению, нет. Но смотрите, мы можем вам предложить врезные пульты и врезные решения от аудио-конференц-системы. У ITC есть врезные пульты. Мы можем вам предложить аудио-конференц-систему с контроллером, у которого имеется интерфейс Dante. Но у него интерфейс суммарный, то есть там нет вывода отдельно каждого микрофона. Вопрос все-таки про расширение линейки устройств Dante планируется? Пока на данный момент у меня такой информации нет, к сожалению. Но я этот вопрос уточню. Вот то, что сейчас присутствует в линейке, это вот такой настольный микрофон с кнопкой включения. То есть кнопка push-to-talk. Нажал, говоришь. Да, то есть у нас, например, этот вопрос может решить по-другому. То есть Алексей говорил, что у нас есть микрофоны от обычной аудио-системы без интерфейса Dante. Они есть врезные, их как раз уже есть несколько видов. Есть самый простой, такой каплевидный, овальной формы самый простой. Сенсорной кнопкой. И с длинным микрофоном, ну да, микрофон на гусиной шее. Сам уже контроллер, который будет обрабатывать работу с этим микрофоном, у него будет выходной. Ну то есть вот это короткий контроллер, который мы вам показывали. Вот контроллер W100MD, вот, у него есть сенсорный экран для настроек, и, соответственно, мы к нему подключаем аналоговые микрофоны врезные, а с выхода микрофона мы можем взять как раз цифровой сигнал Dante. Да, ну, единственное, что, конечно, это будет не так удобно, как если чисто Dante, потому что нам нужно будет эти все микрофоны, толстые кабели все прокинуть, потом еще уже, и уже только от цифрового контроллера у нас пойдет интерфейс Dante до процессора или до той коммутатора. Дмитрий Горьков спрашивает, применимы ли такие устройства для построения распределительных систем оповещения, например, в нескольких зданиях одного кампуса? Ну, если, как бы, у вас такая потребность есть, и вы не хотите использовать полноценную систему оповещения, потому что к системе оповещения подъявляются определенные требования, то почему-почему нет, можно использовать и микрофоны, и сеть Dante для этих решений. Насколько я знаю, к системам оповещения подъявляются особые требования по пожарной безопасности и много других. Ну, мы с тобой рассказывали, что также Dante используется и в торговых сетях, поэтому, в принципе, это в торговых центрах. Но там больше для трансляции звука. То есть разве не используется ни в двойном назначении, у тебя же музыка, наверное, она же должна... Ну, и музыка, да, и в том числе и микрофоны, и трансляции звука, да. Поэтому я бы, наверное, ответил, что да, можно. Да можно использовать, конечно, да. Коллеги, ну мы с Юрием давайте ждем еще там пару минут, и если вопросов больше нет, тогда мы завершаем наш сегодняшний вебинар. Спасибо вам большое за внимание, за ваши вопросы. Приглашаем вас в нашу демо-комнату. Записывайтесь, сообщайте, что вы хотите посмотреть. Мы вас ждем, готовы все вам показать. Владимир Микруков спрашивает. Хотелось бы в тест потом взять пару колонок и на Dante в офис. Ну, у нас и микрофоны, и колонки есть, поэтому можем предоставить тестирование. Для тестирования, да. То есть если вам нужно потестировать на своей стороне, у нас есть не только Dante, но и традиционные аудиоконференц-системы, назовем их так. Поэтому обращайтесь к Алексею Злобину. Давайте я запишу в комментариях его контакты. Можете обращаться, он ответит вам на вопросы по тестированию, а также и по записи. Коллеги, тогда всем спасибо еще раз, что присутствовали. Нам было приятно вас видеть и видеть вопросы от вас. Так что звоните, обращайтесь, будем вас ждать. Напоминаю, что на нашем сайте представлены эти девайсы, это устройство, также с розничными ценами, чтобы вы могли как-то ориентироваться по цене. Спасибо вам. До скорой встречи в следующем вебинаре. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»